Хранители офшоров, связные мафии, да и в конце концов верные соратники из 90-х по мошенничеству. Из 120 выпускников ЮРФА Калининградского университета у двух десятков карьеры шли в гору, вместе с тем, как Владимир Путин двигался к президентскому креслу, а затем удерживал власть. Всем привет! Меня зовут Сергей Кагермазов, и сегодня я расскажу вам о том, как перепадались карьеры и судьбы этих людей. Некоторые однокурсники Путина известны. Это, например, председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин и глава Верховного суда Ирина Подносова. О ней мы рассказывали в одном из предыдущих видео. Прославился, например, также Владислав Копылов. Издание проекта назвало его номинальным держателем предполагаемого офшора Путина. На этот офшор даже какое-то время был записан бренд водки Путинка. Собеседники проекта так описывали Копылова. Просто бомж и по сути и на вид. Однако не все так просто. В 90-х молодой юрист Копылов познакомился с друзьями Путина – Андреем Фурсенко и Юрием Ковальчуком. Фурсенко сейчас работает помощником президента, а Ковальчук, по мнению США, личный банкер Путина. В начале 2000-х Копылов начал вести бизнес с другими друзьями своего приятеля по вузу – виолончелистом Сергеем Ралдугином и медиа-менеджером Олегом Рудновым. Первый после международного расследования «Панама Пейпер» стал известен как кошелек Путина, а второй записывал на себя некоторые дорогие объекты недвижимости, которыми пользовался российский президент. Другой однокурсник Путина – Виталий Мазяков. После того, как он окончил государственную карьеру, то стал вести бизнес с влиятельным сенатором из Дагестана – Сулейманом Керимовым. Отдельно скажу и про Ирину Сечикову. Известно, что она много лет живет в Словакии и сотрудничает с российскими культурными организациями. Независимая газета называла Сечикову «словацкой журналисткой». Однако почему-то никто не рассказывал, что муж однокурсницы Путина – бывший замминистра культуры Словакии Иван Сечик. Должность он получил в первом правительстве нынешнего премьер-министра страны – правого популиста Роберта Фитца. Он один из немногих лидеров Евросоюза, который проводит политику в выгодную Кремлю. Путин же три года назад наградил мужа с однокурсницы медалью Пушкина за большой вклад в развитие и распространение русского языка и культуры. Это одни из знаменитых однокурсников российского президента. А вот про нескольких человек не было известно ничего, либо очень мало. Сейчас я кратко расскажу о них. Например, полная тезка Светлана Ильишевич живет в Эстонии. Судя по сообщениям местных СМИ, в 90-х однокурсница Путина работала следователем по особо важным делам – Центрального бюро расследований. В нулевые эстонская полиция опубликовала информацию, что муж Ильишевич, Виктор, примерно в те же годы, что и Путин служил в КГБ. Среди тех однокурсников, про которых мы рассказываем впервые, есть, например, Игорь Газин. Когда Путин был премьер-министром страны, Газин попал на неплохую должность – замгендиректора «Газпромэкспорта». Еще одна показательная подробность. В одном из предыдущих видео мы рассказывали про так называемого черного нотариуса Сергея Выменца. Он помогал семье Путина улучшить жилищные условия в 90-х. А СМИ писали, что крестный отец сына Выменца – сам Александр Бастрыкин. Своё прозвище Выменец получил за то, что проходил по делу об убийствах. По версии следствия, бандиты убивали людей, чтобы забрать их квартиры. А Выменец помогал в этом как юрист. Изучая однокурсников Путина, мы вновь встретили Выменца. Он то вел бизнес с некоторыми выпускниками юрфака, то открывал их наследственные дела. Еще 17 однокурсников Путина, о которых раньше не рассказывали, построили довольно обычные карьеры для выпускников юрфака. Юристы, адвокаты, судьи, нотариусы или следователи. Лишь двое из них не ушли в юридическую сферу. Подробнее обо всех этих людях читайте на нашем сайте в выпускном альбоме, который мы составили. А пока я расскажу вам о тех выпускниках-юристах, которые сделали наиболее интересную карьеру. Первый из них – Николай Егоров. Считается, что именно он познакомил Путина с мэром города Анатолием Собчаком. Адвокатское бюро Егорова, когда Путин уже был президентом, представляло Россию в разных судах по миру. Но самое главное – сотрудник Егорова по доверенности представлял офшор, на который записали дворец Путина в Гленджике. А сам Егоров вместе с однокурсниками предпринимателей Ильгамом Рагимовым и Виктором Хмариным частично оплатил постройку дворца. Нельзя ли сказать и о другом однокурснике Егорова и Путина – Александре Афанасьеве. Он специализировался на уголовных делах и прославился как защитник авторитетного предпринимателя Михаила Мирилышвили, известного как Миша Кутаиски, и бывшего депутата Госдумы Михаила Глушенко. Суд признал, что последний организовал убийство коллеги по парламенту – депутата Галины Старовойтовой. Упомянем здесь и бывшую жену председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина Наталью. Она тоже однокурсница президента и прославилась, когда работала в милиции и боролась по должности с экономической преступностью. По иронии судьбы Бастрыкину задержали, обменив вымогательстве. Думаете, она вымогала квартиру или большую сумму денег? Нет. По версии следствия, Бастрыкина с коллегами требовала от одного предпринимателя каждый месяц давать им 50-процентную скидку на кожаные куртки. Задержали ее прямо в торговом зале, когда она выбирала обновку. Дело выпускницы юрфака до суда не дошло, но ее карьера в правоохранительных органах закончилась. Сейчас Бастрыкина работает в адвокатском бюро своего однокурсника Егорова и иногда читает лекции, как к бизнесу подготовиться к внезапным проверкам. С учетом той любви к кожаным курткам это весьма забавно. Одна из опор Путина – силовики. Есть среди них и однокурсники. Один из самых известных из них после главы Следственного комитета Александра Бастрыкина – Алексей Оничин. После вуза он работал в военной прокуратуре, затем руководил отделом медпрокуратуры по северо-западному федеральному округу и был замминистром МВД России. Оничин причастен к смерти аудитора Сергея Магницкого. Последовавшие за этим законы Магницкого в разных странах Запада стали первыми масштабными персональными санкциями против российских гослиц. Еще одним важным однокурсником-силовиком можно назвать Игоря Соболевского. Во-первых, когда-то он вел бизнес с будущим мужем двоюродной племянницы Путина Анны Цивилевой Сергеем Цивилевым. Теперь он министр энергетики, а она замминистра обороны. Но самое главное, что по данным испанских правоохранителей Соболевский выступал связным между одним из лидеров Тамбовско-Малышевского преступного сообщества Геннадием Петровым и главой Следственного комитета Александром Бастрыкиным. Из телефонных прослушек следует, что именно Петрову Бастрыкин обязан своей должностью. Был у Путина и еще один полезный однокурсник-силовик Юрий Ванюшин, который начинал карьеру вместе с будущим президентом Петербургской мэрии. После того, как мэр Анатолий Собчак проиграл выборы, Ванюшин перешел на работу следователем по особо важным делам в Генпрокуратуру. Именно он был среди тех, кто вел дело против предпринимателя Владимира Гусинского и проявил ему обвинение. Громким финалом этой истории стал разгром телеканала НТВ и смена его собственников. Сын Аркадия Юрзницкого, другого однокурсника Путина, тоже стал печальной знаменитостью. Игорь Юрзницкий был следователем по делу бывшего вице-президента компании ЮКОС Василия Алексаняна, который умер от ряда тяжелых заболеваний, часть из которых развились, а другие прогрессировали, пока Алексанян находился в СИЗО. Не все однокурсники Путина решили строить карьеру в госорганах. Некоторые ушли в бизнес. Один из них стал влиятельным бизнесменом. Это Ильгам Рагимов. С будущим президентом они не просто общались, а дружили домами. Брат Рагимова Джангир в начале 90-х был совладельцем совместного предприятия Джекоп. Совместными предприятиями в 90-х называли только появляющиеся тогда юрлица с иностранным капиталом. Регистрировал их в Петербурге Путин как председатель комитета по внешним связям. В те годы петербургский депутат Марина Салье обвинила комитет Путина в том, что он помогал мошенникам, в том числе Рагимову, вывозить из города редкоземельные металлы по заниженным ценам. О том, что Ильгам Рагимов вместе с однокурсниками Егоровым и Хмариным переводил деньги на строительство дворца Путина в Геленджике, я уже рассказывал. А во время четвертого президентского срока карьера пошла уже у племянника Рагимова. Он в те годы работал в Газпромбанке. Говоря об успешных однокурсниках, нельзя не сказать о Тамаре Гавриловой. Радио Свобода писало, что она работала в Петербургской мэрии вместе с Путиным. Участвовала как раз в том самом мошенничестве, о котором публично рассказывала депутат Салье. В нулевых Гаврилова заняла должность замгендиректора Газпроммедиа и телеканала НТВ. Телеканал к тому времени уже был разгромлен при участии другого однокурсника Путина и Гавриловой Юрия Ванюшина. Другой сослуживец Путина по работе в Комитете по внешним связям Олег Марков. Он работал заместителем председателя комитета и не мог не знать о махинациях, которые там происходили. Его госкарьере можно тоже позавидовать. После мэрии Марков работал в Таможенном комитете России, в службе протокола президента, рос в инмониторинге, был помощником президента, а затем трудился вице-губернатором Петербурга, а после ушел в Объединенную судостроительную корпорацию. Мнительность и недоверчивость Путина, о которой рассказывают совершенно разные его современники, биографы и очевидцы, хорошо проявилась в том, как этот человек выстраивает свою команду. Главный принцип – верность превыше компетенции. То, как строили карьеры его однокурсники – один из таких примеров. А как вы относитесь к такому кумовству? Пишите в комментариях, ставьте лайк этому видео и делитесь им в соцсетях. Так о нем узнают как можно больше людей. Подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить новое расследование. Продолжение следует...